Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. За последние два месяца в Самарской области регистрируется неукротимый рост заболеваемости. Областное здравоохранение с трудом выдерживает такую нагрузку. Сейчас под борьбу с ковидом отдано уже 40% всего коечного фонда региона. Это около 8 тысяч коек. Из них свободны всего 2%. Половина больных коронавирусом в стационарах Самарской области сегодня нуждается в кислородной поддержке. Способа борьбы со сложившейся ситуацией всего два. Или повсеместный и всеобщий локдаун, или вакцинация. Но с последним в нашем регионе не все так гладко. Сегодня АвтоВАЗ прилагает максимальные усилия для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от угрозы заражения коронавирусной инфекцией. В производствах предприятия проводятся серии встреч с врачами, на которых медики рассказывают о преимуществах вакцинации и отвечают на вопросы работников. И врачи приводят весьма весомые аргументы. Прививаться нужно для того, чтобы жить. Потому что многие, которые хотят получить иммунитет естественным путем, могут просто не дожить до этого иммунитета. Отвечая на вопросы работников, медики отмечают, что даже если вакцинированный человек заболел, а это возможно, то перенести коронавирус можно в куда более легкой форме. Многие также теряются в выборе вакцины и опасаются последствий. Сотрудниками были заданы вопросы о побочных эффектах прививки, о необходимом количестве антител в крови, о составе вакцины, о влиянии сопутствующих заболеваний на самочувствие при вакцинации. Специалисты четко отвечают на все вопросы, которые волнуют вазовцев. Я считала бы положительным итогом моей лекции это увеличение количества вакцинированных на завтра же или даже сегодня в своей поликлинике. Мне, конечно, жаль, что моих пациентов нужно уговаривать идти на вакцинацию, потому что сложнейшая ситуация в мире, в стране, в городе и в отдельно взятом учреждении. Но если так сложилось, значит, нужно людям разъяснять. Среди присутствующих на встрече были и те, кто уже в тяжелой форме переболел ковидом и был госпитализирован в красную зону, кто своими глазами видел ситуацию изнутри. Я понял там, что правильно президент говорит, что это решение каждого делать или не делать по той простой причине, потому что это ваша жизнь. Никому она, кроме вас, никому в этой жизни, ваша жизнь в первую очередь, кроме вас не нужна. Врачи помогут, врачи сделают все, что смогут. Но ваша жизнь – это ваша жизнь. Я никого не хочу, не агитировать за вакцину, ничего. Я просто всем вам желаю не попасть в эту красную зону, откуда, к сожалению, возвращаются не все. После таких встреч и комментариев специалистов, как правило, многие сотрудники тут же решают обезопасить себя, своих близких и поставить прививку.